Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. В эфире программа Политинформания, радиостанция «Народная волна Чикаго», самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Её ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. «Война в Украине» и «Завтра была Россия». Вот эти темы мы хотели бы сегодня обсудить с российским оппозиционным политиком Ильёй Пономарём. Илья, добрый вечер. Привет, Чикаго. И привет, весь Средний Запад. Илья, огромное вам спасибо, что вы отозвались на нашу просьбу выступить в программе, потому что те события, которые происходят и в Украине, и в России, их нужно обсуждать, о них нужно говорить. Илья, пару дней назад было два года, как в Украине началась война, как российские войска перешли границу, и начались полномасштабные военные действия в отношении Украины. Я делаю акцент на слове «полномасштабные военные действия». Но у меня немножко вопрос другого плана. Как бы вы оценили сегодня, какой строй сегодня в России? Как бы вы его описали? Исторически, да? Да, это, допустим, капитализм с диктатурой, или это демократия, или это какое-то социалистические преобразования. Ну, с экономической точки зрения, наверное, это правильнее всего называть госкапитализм, олигархический капитализм, монополистический капитализм. То есть, понятно, что в основе лежат капиталистические отношения, но они очень сильно искаженные. Это не свободная рыночная экономика. Что касается политической системы, то, на мой взгляд, ближайший аналог – это бонапартийский режим, который существовал во Франции в XIX веке, у и бонапарта III, существовал довольно долго и закончился в результате военной авантюры, а именно войны Франции с Пруссией. Илья, сегодня мы с вами говорим, февраль месяц, еще два дня остается, и февраль для России всегда очень, ну, я не могу сказать странный, но очень такой, наверное, все-таки важный месяц, потому что, как известно, в 1917 году произошли события февральские, которые в российских учебниках называли «буржуазной революцией». К сожалению, в феврале были убиты два оппозиционных политика. Вот, 9 лет сегодня исполняется со дня убийства Бориса Ефимовича Немцова. Буквально 10 дней назад был убит, больше, даже чуть, предполагаемого убит, скажем, правильней, Алексей Навальный, 24 февраля 1922 года Россия вторглась в Украину. Вот все эти события, а вам не кажется, что февраль еще не окончился в смысле событий? И Марк Фейгин, вам известный блогер, юрист, сказал, что смена власти в России может быть только военным путем. Ну, я здесь с Марком абсолютно согласен. Марк мой друг, и вместе с ним мы создавали съезд народных депутатов. Он периодически приезжает в Украину, встречается с бойцами российских подразделений. То есть, один из тех, пока, к сожалению, не очень многочисленных лидеров российской оппозиции, которые активно поддерживают тех, кто реально борется с диктатурой, с агрессией, с путинизмом. В общем, Марк большой молодец. Я с ним полностью согласен. То есть, я не считаю, что власть должна поменяться исключительно в результате какого-то такого военного мятежа, как от того, который нам демонстрировал Евгений Пригожин. Скорее всего, это будет более сложный процесс. И, может быть, это начнется в Кремле в результате какого-то дворцового заговора. То есть, может быть, просто Путину плохо станет, он уже не молодой человек. А, может быть, это будут массовые протесты на улице. Но я глубоко убежден, что если у нас сил добра к этому моменту не будет своих вооруженных сил, то закончится это все как всегда. То есть, одни темные силы сменят другие. Илия, та трагедия, которая происходит сегодня в России, начиная с 2000 года, я бы так сказал, это вообще закономерность или это стечение обстоятельств? Как вы думаете? Ну, для меня это происходит, скорее, с 93-го года. Именно поэтому я считаю закономерностью. То есть, я считаю, что у России был шанс в 91-м году выскочить из этой колеи. И были там подлинно демократические силы. Но, тем не менее, предпочли оставить у власти классического партийного аппаратчика. У которого, может быть, там были какие-то идеалистические, тоже хорошие представления относительно демократии, свободы слова и так далее. Но в котором вот это вот партийное бюрократическое начало все равно победило. И каждый раз, когда вставал вопрос про личную власть или про применение вот таких, значит, не совсем демократических, прямо скажу, методов, власть побеждала. И Путин для меня не был сюрпризом. То есть, для меня это была абсолютно естественная эволюция той системы власти, которая была выстроена в 90-х годах. Ну, то есть, действительно был водораздел. Вот тогда, если бы было подлинное желание демократию выстраивать, во-первых, произошло бы, скорее всего, изначально, как в Польше в 96-м году. Когда Квасневский победил у Валенца, ну, ничего страшного не случилось. Квасневский ничем от Зюганова принципиально в этом смысле не отличался. Вот такой же там бледно-розовый политик. И в конечном итоге именно Квасневский привел Польшу, например, в Евросоюз и в НАТО. Так что и в России бы, скорее всего, было бы то же самое. А после Зюганова, который вряд ли бы усидел больше одного срока, наверняка бы там пришел вот кто-то типа Бориса Немцова. И была бы запущена нормальная бюрократическая, даже демократическая, как раз не бюрократия, демократическая система. А нет, вот надо было, значит, настоять. Вот только мы, значит, эту страну грабить мы будем сами. Ну, вот, соответственно, результат мы сейчас наблюдаем в Кремле. Илья, вот помните, всегда говорили, что, допустим, Ленин – это всегда лучше Сталина. То есть всегда делался такой водораздел между ними. И говорили, что все-таки Сталин – это не Ленин. Хотя, в принципе, это был такой натуральный наследник Владимира Ильича. Можно ли то же самое сказать о Путине, что он является 100% наследником Бориса Ельцина? Знаете, у нас в Новосибирске в одном митинге один из известных демократов первой волны вышел на митинг с плакатом «Путин лучше Гитлера». Значит, это был митинг «Единая Россия». Он благополучно простоял весь митинг с этим плакатом прямо у сцены. Вот его успели заснять все там, значит, телеканалы. Потом, когда он выходил с этого митинга, кто-то все-таки напомнился, его повязали. Привезли в суд, значит, судили. Он сказал, ну, судья, вы что хотите сказать? Что Путин хуже Гитлера? Ну, короче, его оправдали и, значит, выпустили. Наш самый справедливый суд в мире. Поэтому я думаю, что сравнивать вот такие вот вещи там на 100%, на 90% там. Ну, то есть, я думаю, что это бессмысленно. Важно, что он, конечно, является политическим наследником. И, конечно, он выбран не случайно. И я считаю, что те задачи, которые перед ним были поставлены, он выполнил. Он обеспечил безопасность семьи Ельцина. Он обеспечил сохранение и многократное преумножение капитала всего того олигархата, который сложился в 90-е годы. Ну, а тем, кто вышел за круг лояльности, как, например, Ходорковский, ну, тем было продемонстрировано о том, что этого делать не надо. Но все остальные сразу все поняли, поддерживали его тогда, поддерживают его сейчас. И каждый раз, когда нужно делать выбор, например, который стоял перед Михаилом Фридманом, они все равно сделают выбор в пользу денег, стабильности и кормушки. Я уже упоминал, что сегодня 9 лет со дня убийства Бориса Немцова. Как вы считаете, влияние сегодня Бориса Немцова как личности на российское общество? Ну, вот, если представить утрированно, да, вообразить, вот сегодня, если бы Борис Немцов был бы кандидатом в президенты, и вот Путин, как бы разложились голоса, распределились голоса, как вы считаете? Я думаю, сейчас был бы примерно 1% за Бориса Немцова и 99% за Владимира Путина. Потому что примерно так. И у этого есть причина, все надо делать вовремя. В 90-е годы с Борисом Немцовым, вот, ну, пик его популярности был там в 97-м году. С ним была связана надежда. Надежда на дальнейшее развитие, надежды на перемены, надежды на рост и все прочее. Все 2000-е годы вокруг людей из 90-х Путин осознанно создавал такой ареал людей, которые отвечают за нищету, за коррупцию и так далее. И это все росло и росло. Борис Немцов, при том, что для определенной части общества он был вот там светом в окошке и таким образцом для подражания, но для подавляющего большинства он был символом 90-х годов. И, конечно, в ситуации любой бы сейчас избирательной кампании, именно это бы максимум бы педалировалось, если бы ему дали возможность выдвинуться и баллотироваться. Хотя он очень яркий, очень харизматичный, умный политик, но вряд ли бы он это перебил. Нет, в одну и ту же реку входить дважды нельзя. И это неправильно. Вот те демократы, которые были в 90-х годах, они свой выбор сделали и присягнули на верность дьяволу. Сначала Ельцину, потом они все поддерживали Путина. Тот же самый Борис Немцов первые годы же поддерживал Путина и был одним из архитекторов его экономических реформ. Потом они разошлись уже, когда была посадка Ходорковского и так далее. А до этого момента была полная лояльность. Нужно новое поколение политиков. И именно поэтому для Путина таким опасным был Навальный, например, как представитель этого нового поколения. Но думаю, что еще более лояльны для него те люди, которые будут исходить из среды левых и среды националистов. Потому что именно у них будет наибольший уровень общественной поддержки снизу. А людей, которые там ненавидят путинизм так же остро, как и либералы, хватает. А в чем разница, как вы считаете, у Навального был с... Ну, теперь они исторически вместе находятся. А в чем разница Навального с Борисом Немцовым? Как бы вы их расписали так? Ну, Немцов, во-первых, был демократом, а Навальный нет. Навальный был сторонником жесткой, авторитарной, единой личной власти. А Немцов, ну, по крайней мере, в последние годы жизни точно пришел к выводу о том, что ее надо избежать в будущем. Я не знаю, какие у него были взгляды в 90-х годах, но в 2000-х точно он так думал. Ну, потом Борис был все-таки опытным практиком. Он прошел там разные ступени государственного управления, имел сильное образование физика у ученого. Ничего этого у Навального не было. Навальный был вот таким дистиллированным, чистым политиком, который ничем кроме политики всю свою жизнь не занимался. И стремился, соответственно, к единоличной власти. Думаю, именно это делало его для Путина особенно опасно. Илья, вот не помню название этой компании. Она независимая от сели компания, а может быть и не сильно большая какая-то компания. Но после смерти Алексея Навального они сделали очень такой небольшой опрос на улицах не только Москвы, но и других городов. Опрос был очень простой в плане того, что они задавали вопрос, как люди относятся к смерти Навального. И, проще говоря, из десяти человек, значит, восемь человек сказали, что они, в принципе, довольны, так ему и надо. Один человек сказал, что ему все равно. И только одна женщина сказала, что, ну, конечно, жалко, жалко. По-христиански. Да, вот вопрос, стоило ли ради этого, там больше был вопрос людей, я, в принципе, взял только десять человек, как обозначить проблему. А стоило ли ради этого общества, ради этого народа возвращаться в Россию и гибнуть? Ну, думаю, что любой христианин бы вам сказал, даже если бы из всех 140 миллионов был бы один человек, то стоило бы. Я считаю, что действительно бороться надо за каждого человека до конца. Вопрос только в том, что надо делать для того, чтобы спасти как можно большее количество душ, точнее, в политике. Привлечь как можно большее количество людей на свою сторону и в конечном итоге настоять на своей политической позиции, на своем виде небудущего. Ну, я, конечно, и считал, и сейчас считаю, что, к сожалению, история вот таким трагическим образом доказала, что я прав. Не надо было возвращаться в Россию в 2021 году. Я говорил про это тогда и, ну, писал про это Алексею, ну, с основной меня не послушал. Сделал так, как он сделал. Сегодня, правда, было заявление Марии Певчих о том, что они готовили обмен, вот, после чего я уже совсем перестал не понимать логику. Вот, потому что, ну, вот логика пойти добровольно на заклание, ну, я считал ее в данной ситуации неправильной, но, по крайней мере, морально безупречной. А логику пойти на заклание, там, своим примером завлечь туда же, там, Илью Яшину, там, еще нескольких товарищей, вот, а потом обменяться на убийцу, которого долго ловили в Европе, вот, для того, чтобы он вышел тем самым на свободу в России и начал опять убивать. Вот, вот эта логика от меня исчезает. Ну, если это правда, конечно, то, в чем я до конца не могу быть уверенным, но, наверное, Певчик говорит все-таки правду в этом, в этом смысле. Зачем это нужно было делать мне неясно, тогда уж надо было от Путина уйти до конца. Вот, тем более, что мы его, кстати, из Украины, мы предлагали ему пойти на обмен с Украиной, и тогда бы в Россию там вернулось бы несколько лаборантов, которые, в общем, ну, говнюки еще те, но, по крайней мере, они безвредные, да, это не убийца Красиков, да, который, который действовал в Европе. Но с Украиной он отказался, да, соответственно, с Германией почему-то можно, потому что, значит, с Украиной нельзя. Ну, не знаю, это уже ему виднее, Алексей был точно очень талантливым политиком, не знаю, насколько его дело сможет продолжить Юля, но желаю в любом случае всяческого успеха. Илья, вот помните, был фильм такой замечательный Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово», да, и там герой Олега Василашвили по фамилии Мерзляев своему коммергенеру Георгию Буркову говорит, слушай, а может быть, давай я тебе дам свободу? А тот делает такое удивленное лицо, обиженное лицо и говорит, зачем же вы меня так обижаете, зачем мне свобода? И вот, понимаете, вопрос такой, а зачем, если они не хотят свободы, ну вот просто они не хотят, их все устраивает, зачем тогда вот это вот внедрять? Ну, а кто вам сказал, что они не хотят? Моя вот версия прямо обратно, я считаю, что все эти злодеяния в Украине, они совершают ради извращенного понимания свободы. Я считаю, что российский народ, на самом деле, он очень похож на американский. Я очень много времени провожу в Америке, был практически всюду, да, в 49 штатах из 50, и жил какое-то время в разных городах страны. Мне кажется, как раз россияне гораздо ближе к американцам, чем, скажем, к европейцам. Это такая же зацикленность на самих себе и такой же мессианский комплекс, что мы лучше знаем, как жить не только нам самим, но и всем остальным народом. И мы вот этот вот факел свободы, мы вот донесем, значит, заставим всех его принять. И ведь то, с чем они идут в Украину, конечно, там спасают, типа лечат от нацизма, освобождаются у бедных, несчастных, зазомбированных западной пропагандой украинцев. Это же там все время звучит в России в качестве обоснования всей этой бойни, которую Путин затеял. Поэтому, ну, другое дело, что тут я сам обманываться рад, как говорится. Там понятно, что это было бы легко понять по интернету, по независимым СМИ, которым есть доступ все равно и в России тоже, о том, что это все неправда. Но это же приятнее чувствовать себя воином-освободителем, а не агрессором и захватчиком. Поэтому, понятно, информация про резню в Бучу и так далее, она просто отметается, на самом деле нету. А вот то, что мы освобождаем братский народ Украины от фашистов Запада, это вот информация заходит на урок. Со многими людьми, с которыми мы беседовали из России, и в основном те, кто уехал, известные люди. А сразу обозначу, что это русские люди, именно по православной, по вере в передание. Для них главным разочарованием войны в Украине, агрессии российской, было понимание о русском народе. Как вы считаете, вот разочарование очень сильное. Мы знаем, о ком мы говорим, вы тоже, наверное, смотрите сети. А как вы считаете, российский народ соучастник этой, ну, даже могу жестко сказать, этого преступления против украинцев? Действительно, преступление и действительно соучастник. Но точно так же, как соучастник. То есть, непонятно, организатор этого, ну, не организатор, но орудие этого преступления. Да? Организатор тут, наверное, все-таки власть, там, путинизм, там, те, кто принимает решения. Но это же не сам Путин нажимает на гашетку. Это же не лично Путин, там, и ракеты посылает, не лично Путин режет людей к буче, не лично Путин, там, насилует женщин. Это же все делают простые русские люди. Солдаты, солдаты армии. И он сейчас был фильм на Берлинале, да, то есть, который, там, премию какой-то получил. Где были эти прослушки, просто, там, еще полтора часа прослушать документальный фильм разговоров российских солдат с, там, женами, матерями, там, сестрами, которые остаются в России. Это же кошмар и ужас, да, о чем люди, там, говорили. Но это же ровно то же самое, как правильно совершенно сказать, что немецкий народ был организатором той бойни во Вторую мировую войну. Что же, ну, там, допустим, Гитлер их направил, но что же не Гитлер сжигал евреев в печах, а свенцам? Правильно, это же сделали простые немцы. И не только простые, а даже очень образованные. Вот, в общем, там, весело со всеми семьями, то есть, вот они этим занимались. Поэтому, вот, ну, такой морок бывает. Это, там, психическое заболевание нации, которое происходит. Ну, рано или поздно оно пройдет, просто надо его осознать, как заболевание, и вылечить. Причем часто лечение очень болезненное, и думаю, что в этом случае оно будет крайне болезненным для нации, но мы ее через это пройдем. Илья, хочу вам задать вопрос, который для меня важен. Думаю, для вас он будет достаточно сложен. Как любой политик, мы надеемся, ну, Путин, естественно, не святой, не бог, он когда-нибудь идет их жизни, власть сменится. Надея, ну, скажем так, к власти придете вы, ваши сотоварищи, власть будет, скажем, демократической. Мы все делаем, это говорим условно. Но любой демократии, любой власти нужны средства для того, чтобы изменить жизнь народа. Как мы понимаем, это не будут времена перестройки. Европа и Запад вряд ли дадут деньги для того, чтобы восстанавливать экономику России. Санкции тоже не будут сняты в одночасье, потому что Европа и Запад уже поняли, что Россия сильная, как бы опасна. И плюс все средства, которые будут добываться Западом, будут большинство идти в Украину для восстановления Украины, которая и будет являться главным союзником России. Опс, оговорка по Фрейду. Запада... Ну, я, кстати, надеюсь, что рано или поздно так и будет. А может быть, может быть, ну, может быть, я не сильно в это верю, может, вы мне докажете обратно. А будет главным союзником Европы и Америки. Как вы видите, вот, а что же будет? Ну, вот вы придете на пустое поле, в сущности. Смотрите, я, конечно, думаю, что мы придем в ситуации серьезного экономического кризиса. Но, тем не менее, я думаю, что не деньги будут нашей главной проблемой. Главная проблема будет то, про что мы говорили только что, про народ, вот, его выздоровление. Вот это вот является большой проблемой. Я люблю свой народ, я люблю моих соотечественников. И считаю, что вот их сейчас, да, как это у Булгакова квартирный вопрос очень сильно испортил. Но я верю в то, что они проснутся от этого. Но это не одномоментный процесс, это тяжелый процесс. И, ну, он действительно будет болезненный. Экономик, я как раз человек, который всю жизнь экономикой занимался, и инвестиционным бизнесом занимался. Я считаю, что здесь мы как раз выкрутимся. Хотя бы и просто потому, что, ну, я вижу совершенно конкретный путь, каким образом это сделать. Ровно для того, чтобы Украине платить репарации, можно направлять на это, там, часть нефтегазовых доходов, которые приходят в Россию. Это основной гарантированный доход. Европе нужна дешевая нефть и газ. Сейчас она от этого отказалась. Для того, чтобы не помогать агрессивному режиму. Но от этого, в общем, европейцы платят втридорого. И если, соответственно, мы будем продавать энергоресурсы через Украину, с тем, чтобы украинцы оставляли себе, там, скажем, половину от всего этого, оставшаяся часть прикрыла в Россию, этого хватит и украинцам, и нам. И для России это будет возврат потерянных рынков. И это будет как раз способ выйти из подсанкционного режима. И все от этого будут довольны. Эта ситуация win-win-win. Поэтому экономически я не думаю, что это будет вот такой проблемой. Проблема демилитаризации, проблема деимпериализации, на самом деле. Потому что очевидно, что после военного поражения будет новый парад суверенитетов, соответственно. Но какие-то народы действительно будут хотеть отделиться, как и, говорят, чеченцы наверняка захотят уйти. А какие-то и нет. Но нестабильность будет, со всеми надо будет договариваться, всем надо предлагать модель будущего. И все это надо удерживать. Вот сползание в диктатуру, хаос и анархию. Вот это вот действительно задача, которую нам придется решать в первые годы. Илья, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу. Через пару минут вернемся и предложим нашу интересную беседу. Оставайтесь с нами. Спасибо. Мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция «Народная волна» Чикаго. Ее ведущие... Какая у вас ностальгическая мелодия? Приятно слушать. Да, мы, кстати, когда... Я понял, что я такой старый, чтобы помню. Мы когда выбирали мелодию, то для нас главным было «Международная панорама». И вот эта знаменитая музыка, которая там звучала, это как бы определяло, будем так говорить, политизированной, но талантливую программу. Наша преемственность, в каком смысле, но мы не пропагандисты. Она все-таки была пропагандистская. Хочу напомнить нашим радиослушателям, тем, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале, что сегодня тема передачи «Эта война в Украине» и «Завтра была Россия». А беседуем мы с российским оппозиционным политиком Ильей Пономаревым. Илья, я уже понял, что вы с нами, поэтому не произношу эту фразу. Обычно после перерыва я так говорю. «Война в Украине». Мы всегда вместе. «Война в Украине. Можно ли было избежать войны или к этому все шло?» Ну, естественно, любую войну можно избежать. Одно дело, когда у войны есть какие-то глубокие причины, там какой-то серьезный спор, с которым идет градус нарастание территориальной, не знаю, религиозный, экономический и так далее. В данном случае ничего не было. То есть, Украина изначально была союзником России. И совершенно спокойно могло такое оставаться неограниченное количество времени. И я помню, что мы в 2010 году активно обсуждали, работал вместе с Дмитрием Медведевым, еще когда он был в себе. И мы обсуждали интеграцию с Америкой, вступление России в НАТО, в Евросоюз. И безвиз у нас должен был быть в России раньше, чем в Украине. И непосредственно, я помню, в 2013 году на эту тему шли активные переговоры. И уже договорились с Европой о том, чтобы ввести безвизовый режим для российских граждан по путешествиям в Евросоюз. Все дебаты были вокруг того, в какой последовательности его вводить. У нас три типа паспортов. В России было дипломатические, служебные и общегражданские. И по дипломатическим уже ввели. А дальше европейцы говорили, давайте мы сначала ведем по служебным, а потом ведем по общегражданским. Я все время говорил о том, что вы хотите показать, что российские чиновники вам ближе, чем российские граждане. Конечно, надо в обратном последовательности вводить. Ну, вот это был суть дискуссии 2013 года. И вот тут, пожалуйста, аннексия Крыма в 2014, но в 2022 вообще понятно. Но думаю, что после того, как произошла аннексия Крыма, вот дальше уже все события были более или менее предопределены. И вот когда там Путин сейчас любит задавать вопросы, где вы были 8 лет, я с вами его хочу спросить, а где ты был 8 лет? Ну, то есть по состоянию армии видно было, что не подготовился. А чем ты еще занимался? Тогда бы точно можно было бы Украину пройти огнем и мечом достаточно быстро. Просто потому, что не было вообще никаких вооруженных сил. И, конечно, украинцы бы все равно сопротивлялись. Но они не были готовы к этому, как в 2022 году. Все равно не было, конечно, никто не ожидал этого. Но люди уже знали, что надо драться, что надо защищаться. И оружие было, и какие-то навыки были. Большое количество людей, которые через фронт прошли на Донбассе и так далее. Меня больше всего тревожит, что следующий этап, он точно так же просматривается неизбежно. Вот если сейчас будет какое-то перемирие, про которое любят говорить отдельные американские политики, то после этого следующий шаг, вот он, страны Балтии, Польша. И этот шаг произойдет очень быстро. И это не от того, что там Путин какой-то там мегаломаньяк, там мегаимпериалист. А потому, что он уже перестроил всю экономику на военный лад. Зарплаты платят три смены, работает военная промышленность. Ну, куда-то же это надо девать. Ты же не можешь просто людям сказать о том, что, ну, все, теперь расходимся по домам. Да, это же они выйдут на улицы после этого. А те, кто на фронте, там же огромное количество таких маргинализированных слоев населения. И зэки, и просто бедные люди. Им платят там огромные зарплаты по сравнению с тем, что они получают просто в гражданском секторе. Там 10 раз больше, да, чем они бы зарабатывали, не будучи на фронте. Но опять им просто так сказать расходимся. У них, извините, оружие в руках. Они могут в Москву по дороге заехать, задать вопросы. Конечно, их тоже будут куда-то направлять. И куда направлять, понятно. Этого в сторону Битвы и в сторону Польши. Илья, Владимир Путин и политический эстеблишмент России. Это однородная масса или это Путин сам по себе? Ну, может быть, с какими-то сотоварищами. А в основном весь политический эстеблишмент он в стороне. И какое его настроение, например, по отношению к Путину? Ну, страх это понятно. Это видно. А вот настоящее внутреннее настроение по отношению к Путину? Ну, как сказать, вот экскременты – это однородная масса. То есть, вроде как не очень, а с другой стороны, вроде как все одинаковое. Вот так же и российская элита. Ну, точнее, эти люди, которые себя называют. Она, во-первых, если говорить серьезно, она абсолютно аморфна. Для всего российского общества это характерно. И там тоже. Ну, там, может быть, в элите чуть больше есть клановость какая-то. Но, во-первых, это все равно очень подвижно. Люди переходят из одного клана в другой. Вот только клан Путина в целом. Он называет, как номенклатура коммунистические времена. А в остальном какой-то опоры. Так что могла бы выделиться какая-то одна группа, которая друг другом как-то спаяна. Вот они друг другу доверяют. И вот они готовы идти вперед, власть захватывать. Вот этого всего нет. Это сугубо сиюминутные финансовые интересы, которые меняются, которые подвижны. Сегодня они одни, завтра они другие. И вот только деньги являются, в общем, знаменателем. Абсолютное отсутствие каких-то не было идей, принципов, морали, устоев и так далее. Такого, наверное, никогда в истории ни Российской империи, ни Советского Союза вот такой ситуации не было, как сейчас при Путине. Илья, многим задаю вопрос, люди не всегда могут на него ответить. Вы часто бываете на Западе. А как вы думаете, почему Запад и, в частности, Украина не могут подать в розыск международный всех путинских... Самого Путина, ну, у него на него уже есть ордер, всех путинских сотоварищей за войну. Окружение. Окружение его, да. За войну в Украине. Ведь доказательства налицо. И это могли бы делать западные страны. И Лавров, наверное, не летал так свободно на все свои встречи. Кстати, Россия именно так и делает. Ну, вы знаете, во-первых, Украина это сделала. В украинском там санкционном списке, по-моему, сейчас 16 тысяч человек. И там, значит, с кандидатами 25 тысяч. То есть, Украина в значительной степени... Я имею в виду уголовное преследование. Как международных военных преступников. Не санкционный режим. Ну, смотрите, чисто уголовное, в любом случае, это же определенная бюрократия, даже с точки зрения Украины. То есть, нельзя наштамповать дело, если это правовое государство. Но чисто технически это надо оформлять. И это все определенное время. И поэтому Украине реально очень много возбуждено тоже уголовных дел, но на порядок меньше, чем по санкциям. Собственно, зачем придумали в мире санкции? Это для того, чтобы как раз избавиться от части вот этой юридической бюрократии. За что их, кстати, и критикуют. Они несправедливо, на мой взгляд, критикуют. Но сам принцип этого появления санкционного процесса, он связан ровно с этим. А вот вопрос, почему мир так не делает, это вопрос интересный. И я скорее на эту тему вспоминаю известный анекдот про молодого адвоката, который расследовал практику и за один день выиграл дело, которое всю семью сто лет до этого кормило. Мне кажется, что Запад примерно из этого же принципа подходит. То есть, на кого они будут накладывать санкции в следующем пакете? Им же надо всегда вывозить глубокую озабоченность и сделать шаг вперед. Если сразу всех ввести, поскольку часть этого процесса, я точно знаю, что Украина все данные передала той же самой Америке. То есть, вот весь пакет с обоснованиями и так далее. Тем не менее, все время выковыривают изюм из булки. То есть, чтобы каждый раз двигаться вперед. Ну, вот, наверное, для того, чтобы делать такое ощущение повышения градусов. Илья, один юрист, я, честно говоря, к сожалению, забыл фамилию, в Российской империи сказал такую фразу. Судить легко, понимать сложно. Можно ли, на ваш взгляд, понять тех, кто поддерживает так называемое СВО? Можно ли вообще стараться понять зло? Нужно ли это? Простить нельзя. Ну, понять, конечно, можно. И я на самом деле, мы говорили, я даже, в общем, объяснил это. Человеку хочется считать себя хорошим. Ну, вот, это базовое стремление человека, да? И тем более, что всех в России, в Советском Союзе учили. Мы же воины-освободители, да? Мы всех спасаем от разных ужасов. То есть, от того же самого фашизма. Вот. Людям хочется этого считать. Тем более, что когда с 91-го года они живут в обстановке, когда они считают себя униженными и оскорбленными, а тут им говорят о том, что, ну, да, вроде все хреново внутри страны, но вы можете, вот, там, значит, как-то ставить свой след в истории, да? Они за это ухватываются, да? Потому что это вот дает такое вот это внутреннее оправдание. Но есть на самом деле, вот, вы знаете, я часто, часто это вспоминаю, вот, вот аналогию, и про нее говорю. Но есть на самом деле, к сожалению, еще и более банальная история связана с деньгами по поводу этой войны. Ну, все-таки, ну, вот я депутат был очень долгое время в Новосибирской области. Новосибирск – столица Сибири, но наш регион Новосибирской области, он поделен примерно ровно пополам. Город Новосибирск и сельские районы. Примерно полтора миллиона живет в Новосибирске, и примерно полтора миллиона живет в селе. И, вот, вы знаете, я как депутат, вот, каждый раз я в городе, ко мне приходили какие-то мамочки и говорили, вот, там, вот, мой сын, там, его вот в армию призывают, вот, не можете, там, помочь, там, медицинская комиссия, чтобы его не забирали. А вот я на селе, когда, ко мне точно так же приходят мамочки и говорят, вот, наш сын, вот, вы можете, чтобы вот его вот завтра забрали в армию, и вот, желательно, в самую горячую точку, там, в Чечню, там, значит, или на границу, вот, какой-нибудь такой, чтобы спецназ был, то есть, и так далее. И я сначала спрашивал, зачем вам это нужно, там, от него избавиться хотите или что. Не-не-не-не, вот, просто вот школа жизни, социальный лифт, вот он станет настоящим мужчиной, а так, если он останется здесь, он там сопьется, в банду попадет, украдет что-нибудь, посадит, пойдет по кривой дорожке, вот нам это вот не нужно. А там все-таки, значит, он будет Родине служить. А сейчас вот к этой мотивации, которая у них осталась, им еще и предлагают тучу денег, да, которую они никогда не видели. Они так, ну, если пересчитывали на доллары в месяц, получают там 200-300 долларов на селе, а там в армии он получает 2000 долларов. А в случае, если убьют, то они получают примерно 100 тысяч долларов. При том, что квартиру, там, в их районном центре вполне нормальную, можно купить там за 25-30, и то это уже очень хорошую квартиру. Ну, то есть, вы знаете, какое количество денег, и там ситуация, когда еще семья многодетная, какой в этом соблазн. Это ужасно, но это работает таким образом. Илья, вот если анализировать российскую историю, то из века в век происходит, все время Россия живет в страхе и в репрессиях. То есть, начиная, не знаю, там, с вековечных времен. Казалось бы, 21 век. Да, я хочу упомянуть, что было Средневековье, там тоже это существовало, но 21 век, и Россия продолжает жить в этой вот парадигме. Вот вопрос. Почему России нельзя жить без страха и репрессий? Почему Россия не может от этого избавиться? Может. Может. Но... Я не скажу, что нам не везет направить. Делаешь, просто управлять страхом проще, чем управлять надеждами. Надежды оправдывать надо. А обещание надо исполнять. Жизнь хорошую надо выстраивать. А страх, его можно только усилить еще больше. И это проще. И очень многие наши правители все время сваливаются в то, что проще. Именно поэтому у меня большой спор всегда с моими коллегами по оппозиции. Они говорят, вот ты веришь в правила, ты веришь в законы, ты веришь в институцию. А я действительно в них верю. Я верю, что если их выстроить таким образом, чтобы было выгодно жить не по лжи, то люди будут жить не по лжи. Никто органически негодяем не является. И я все время привожу пример штатов, которые я очень сильно люблю и которые очень хорошо знаю историю. Извините, что люди, которые собрались в Америке в 18 веке, это были все ангелы, что ли? Нет. А там какую-нибудь Австралию взять. Ну, вообще каторжники, там висельники, насильники и убийцы. Ну, что там, плохо жить, что ли? То есть сейчас прекрасно жить. И правовые государства, которых нет у этого самого насилия. И действительно самоуправление снизу. Усюду есть проблемы в обществе. В Америке огромное количество проблем в обществе есть. Вон сейчас, что с вашими выборами творится. Но в любом случае эти проблемы общество само решает. И само может его преодолевать. И наше общество будет делать ровно то же самое. Только хотя бы один раз надо написать правила не в интересах того, кто их пишет, а в интересах большинства. Именно поэтому мое видение нашего, съезда народных депутатов, это то, чтобы написать правила, обеспечить переходный период и уйти. Не быть игроками в этой системе. Избежать соблазна написать правила для самих себя, которые вы дальше использовали. Вот в 91-м году люди так не поступили. В 93-м году и расстреляли парламент, и конституцию написали конкретно под себя. Я помню, там был один яблочник, забыл, как его звали, к сожалению, очень много пытался найти в сети, кто именно это сказал. Но это не Шейнис был, который один из авторов конституции, а был его однопартиец, который говорил, вот вы пишете конституцию, а вот сейчас вы рассчитываете на Ельцина, а дальше будет какой-нибудь подполковник КГБ, который всю эту власть подомнет под себя и покажет вам Кузькину мать. И все такие, ха-ха-ха-ха-ха-ха, как же после Бориса Николаевича, может быть, подполковник КГБ, да как же он это допустит, да конечно там будет демократия и так далее. Да, ошиблись, не подполковник, а полковник КГБ, но все ровно так, как и было сказано. Илья, задам вам чисто американский вопрос. Когда людей принимают работу, у них спрашивают, если вы получите эту работу, то... А вопрос вот какой. Если вы получите власть, вы можете сказать, что вы не будете авторитарным лидером? Как вы можете доказать, что вы не будете авторитарным, таким же, как Путин, лидером, скажем? Ну, доказать, конечно, это очень сложно, да? Значит, поди докажи, что ты не верблют. Но вот я считаю, что в моем случае, наверное, проще всего, потому что наш съезд народных депутатов заранее сейчас написал все базовое законодательство, которое заработает с первого дня. И там нарисована новая конституция, новая система власти, соответственно, новые правила игры. Поэтому это не код в мешке. Мы не собираемся начать что-то придумывать на следующий день. Мы принципиально стояли на позиции, что нужно все придумать заранее. И не на уровне политических программ, потому что никто никогда никакие политические программы не исполняет. Поэтому всегда от политиков требуют, чтобы они были написаны. Потом их никто не читает, а потом еще и никто не выполнит. А вот в нашем случае у нас уже написаны законы. Поэтому каждый может их посмотреть и понять, как будет выглядеть та страна, в которой мы будем жить. И именно поэтому я лично, например, очень хочу после вот этого самого переходного периода уйти работать в Верховный суд. Я хочу осуществлять авторский надзор за всем этим. Я вообще считаю, что судебная реформа самая важная. И тут как раз у России есть очень много чему поучиться. И вот в американской системе есть много чему поучиться. Мы это активно используем в нашей законотворческой деятельности. Но дальше надо обеспечить, чтобы вся эта система закрутилась и заработала. Вот на это мы нацелены. Илья, вы знаете, я часто вспоминаю фильмы Эльдара Рязана, потому что в них была такая ирония мудрости. И фильм «Гараж» вовремя предать – это не предать, это предвидеть. Как вы думаете, в окружении Путина есть люди, которые могут предвидеть? Ну, если бы они такими были бы, они бы уже его предали заранее. А то как-то получилось, что некоторые люди от него ушли слишком рано, как Борис Кремцов. А некоторые не уходят до сих пор. Которые могли бы действительно перейти на светлую сторону и начать что-то менять. Ну, именно поэтому я и говорю, что поведем только силовой путь. Это тот путь, по которому что-то изменится. Но там-то будет много предателей. Это что уж тут говорить. Илья, наверное, последний вопрос у нас подходит к концу интервью. У нас еще есть. Придя к власти, какое главное слово вы сказали бы украинцам? Вот, может быть, не одно, два. Потому что понятно, что Украина любой власти российской сегодня доверять не будет. И не будет, скажем так, рада. Ну, это даже сейчас видно. Вот, что бы вы сказали украинцам такое, ну, я не знаю, важное? Украина сейчас не поверяет ни одному слову. И поэтому как раз мудрый российский руководитель должен ничего не говорить украинцам. Он должен молчать и делать. Так, чтобы Украина поняла, что это искренне. И так, чтобы невозможно заглавить всю эту вину. Потому что никогда невозможно вернуть жизни десятков тысяч погибших людей. И я, находясь здесь, я этих людей вижу, знаю. У меня много погибших друзей. Но надо делать, чтобы восстанавливать Украину. И восстанавливать отношения и так далее. И после того, как эти, там, хотя бы первые шаги будут сделаны, обязательно я приеду в Верховную Раду Украины. И, ну, в чистом украинском языке. Расскажу, как дальше можно будет жить вместе в мире. Илья, вы сейчас упоминали пару минут назад о параде суверенитетов внутри России. Есть ли предпосылки к тому, что Россия может распасться? Или все-таки можно будет договориться? Я считаю, что предпосылок для распада достаточно мало. Я не верю в какой-то массовый процесс распада России. Я считаю, что сравнивать Россию с Советским Союзом неправильно по очень многим причинам. И, после чего мы сейчас про это говорим, мы идем очень надолго в этот разговор. Но я просто считаю, что самое важное, это не удерживать тех, кто действительно хочет уйти. Я не думаю, что таких регионов будет больше двух. Вот, я думаю, что это будет Чечня, может быть, это будет кто-то типа Якутии. Даже вот в Татарстан не очень верят. Но все должны знать, что такая возможность есть. Только это позволит страну сохранить. Потому что если будет попытка насильственно удержать, вот тогда точно все захотят из этой тюрьмы сбежать. Илья, еще один небольшой вопрос. В партии, в России много партий. Справедливая Россия, КПРФ и так далее, и так далее. А на ваш взгляд, если коротко ответить, есть ли у этих партий будущее? Не говоря уже о главной российской партии. В России нет ни одной политической партии. Как говорил Виктор Степанович Черномырдин, чтобы мы не строили, получается, КПСС. Вот, ну, у них даже ДКПСС далеко, я хочу сказать, да, с точки зрения, конечно, внутреннего устройства и содержания. Вот, все это, им одно имя, Владимир Путин, всем структурам власти. Владимир Путин вообще уничтожил все институты, которые есть в стране. Это все фальшивки, все имитации. Поэтому всю политическую систему надо будет строить с нуля и совершенно на других принципах. И вот, призываю вас зайти на сайт съезда народных депутатов. Там в новом конституционном проекте написано, каким образом можно выстроить новые политические партии. Так, чтобы это было не по подписям, не сверху, не, значит, какие-то политиканы, которые вокруг себя собирают свои персональные тусовки. А чтобы это были нормальные структуры, которые вырастут снизу вверх и действительно смогут претендовать на власть в стране. Илья, большое вам спасибо за этот разговор. Мы вам очень благодарны. Надеемся на продолжение разговора, потому что время идет и приносит все новые и новые новости. Вам желаем удачи. Желаем удачи всему украинскому народу. Желаем, чтобы российский народ, ну, наверное, вернулся в правильном направлении, стал на правильной стороне улицы. И всем всего самого-самого лучшего. Спасибо еще раз за этот разговор. Спасибо вам. Всего самого лучшего. Спасибо вам большое. До свидания. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok